всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница и сегодня я даю вам очередной отчет своей беременности буду говорить о неделях 32 по 34 эти недели сразу скажу что были достаточно ровными без каких-то супер происшествий но тем не менее не скучными и не пустыми первое мое какое-то понимание или 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 осознание беременности после 30 она связана с со светской моей какой-то жизнью деятельностью общением социальным кругом и так далее я поняла что в моем случае беременность после 30 она неумолимо означает потерю любой крутости любой модности и любого какого-нибудь бы то ни было отношения к чему бы то ни было модному классному современному и какому-то такому типа вау смотрите какая я вообще клёво то есть клёвости в моей жизни нет вообще я стала какой-то не знаю старой каракатицы которые во первых в силу того что уже вес не позволяет и состояние не позволяет и внутреннее какое-то вот не знаю состояние действительно не позволяет вот выглядеть классно модные все вся одежда она ушла уже на дальнюю полку о чем я говорила и рассказывала на прошлой неделе и ною об этом уже какую неделю подряд то помимо этого хоть как бы ты не собрал себя в кучу и как бы ты вот в общем не вынес себя вот в этот мир неумолимо ты понимаешь что ты проигрываешь и ты действительно чувствуешь себя старым в частности мы посетили день рождения нашего одного близкого друга в санкт-петербурге прекрасного человека в общем любимого не можем мы были исключительно рады что в этом году вот еще до рождения малыша мы были приглашены на день рождения смогли вот провести этот праздник вместе то придя на день рождения я как-то почувствовал себя действительно старой унылой женщины потому что гости праздника все были почему-то я не знаю как так получилось моложе меня и моего мужа но по крайней мере во внешнем виде это так ощущалось то есть если мы приехали муж был после работы он был в костюме прямо в рубашке и так далее то я естественно была со своим огромным животом тоже в рубашке в которую я еще влезла и еле передвигалась и когда я зашла в общем-то в помещение где собственно проходило празднование я села у стола и поняла что вот у меня целью моего пребывания сегодня это во первых поесть потому что я всегда хочу есть вторых просто сидеть потому что ничего другого я делать не могу и глаза присутствующих гостей они выражали вот такое вот прям недоумение и такое вселенское желание помочь этой бедной женщине которая очевидно трудно дышит очевидно не может мобильно как-то передвигаться в пространстве и ей очевидно нужна действительно поддержка и помощь и они вот с таким вот снисхождением подходили ко мне и спрашивали вам помочь вам что-нибудь принести из и самый главный вопрос все ли с вами в порядке я сидела я говорила да дети все со мной в порядке спасибо вам большое за ваше внимание заботы и помощь но в общем все нормально если я со стула упаду и буду в горизонтальном положении тогда вы знаете что что-то нужно предпринять а пока я вертикально держусь и что-то жую это со мной действительно все в порядке не волнуйтесь видите развлекайтесь пейте свой шампусик и отдыхайте дети мои прекрасные вот в общем почувствовала себя старые и унылые женщины потом пришел еще один наш друг который также был в пиджаке и в какой-то там очень солидной рубашке то ли в клеточку то ли в полосочку я уже не помню но в общем он тоже присоединился к клубу пенсионеров присел с нами и в общем провел вечер прекрасно с нами должна заметить что через минут 40 мы уехали потому что старая женщина уже была не в силах сидеть и она очень сильно устала и мне нужно было отправиться домой вот вот такое вот мое взаимодействие с социумом и в принципе со светскими мероприятиями и после этого мероприятия конечно же я разревелась конечно же я разнылась что является таким частым явлением являлась частым явлением последних вот этих двух недель я в общем-то расплакалась что все я страшная ужасная я толстая я старая я разваливаюсь на куски я устаю и в общем не знаю что с моей жизнью дальше будет и господи нафиг моему мужу такая обуза я просто ужасная каракатица и и черт возьми что с моей жизнью стало и конечно же я понимаю что это гормоны но нытье и слезы на этих неделях они были частым моим компаньоном и моим ощущением плюс ко всему каждый раз когда муж выходил из дома там встретиться с друзьями или еще куда-нибудь я естественно там провожала его со слезами соплями пыталась как могла чаще всего наверное чтобы эти сопли и слезы появлялись после его ухода иначе он бы не ушел вот ему пришлось бы сидеть в заточении со мной постоянно но тем не менее я вот рыдала просто как ребенок и была в ужасе от того что вот я одна бедная несчастная а еще я волнуюсь за своего мужа и вот господи он вышел из дома как бы с ним чтобы не случилось и в общем пришлось ему вот этот весь бред терпеть и меня успокаивать и рассказывать как как же все нормально на самом деле и ничего страшного нашей жизни не произойдет вот это собственно такое мое общее настроение этих недель уж конечно же пытался и пытается честно вот вот прям выполняя все свои супружеские обязанности он пытается каждый день с любовью глазах говорите мне какая красивая какая замечательная и действительно но я даже смотрю на него и если бы я была как сказать немного более тупенькая или более или даже сказать менее критично к себе и менее реалистично бы смотрел на общую картину я бы наверное ему поверила я бы вот умилялась бы и радовалась что вот все так хорошо но в силу своего характера и в силу скепсиса который живет во мне и никуда из моей башки сваливать не собирается ближайшее время уж точно то я конечно так вот понимаю что черт старается но врет но спасибо большое вам уже за старание и за действительно его большую большую любовь и нежность и заботу проявленную по отношению ко мне и к нашему малышу потому что каждый божий день он неумолимо повторяет мне какая красиво какой у меня красивый животик какой он замечательный вплоть до того что вот у тебя даже пигментации там никакой нету и форма живота такая красивая и ты такая милая я так люблю твою походку у точке когда ты ходишь со своим животом и еле там передвигаешься и ручку мне подает и встать он мне помогает и штанцы надеть помогает и носки мне одевает шнурки не завязывает и в общем с большой большой любовью нежностью говорит о том какая я красивая замечательная и так далее вот и конечно же ну я ему крайне благодарна и счастлива что у меня такой муж и он мне дома помогает и и так далее цветы мне приносят те моменты когда мне гормональную голову сносит вообще непонятно в какую сторону вот но реалия ситуации я понимаю что смотрится это все со стороны конечно же ужасно и ножки мои отекли жуть как жуть и коленки мои накрылись кусками кожи и не знаю что и как это назвать вот еще больше чем чем ранее и вес моим просто зашкаливает и он уже достиг каких-то вообще ужасных размеров вот но тем не менее я собственно понимаю что беременность она не всегда не для всех является вот такой вот прям какой-то радужные прекрасные красивые замечательные в моем случае уж точно нет вот поэтому я наверное пришла какому-то пониманию что я даже рада что последний месяц вот мы через несколько дней с мужем уезжаем вот точнее он меня отвозит в ригу и оставляет там и сам возвращается в санкт-петербург потому что ему нужно работать и я отчасти наверное даже рада что так потому что я понимаю что ему с его стрессами с работой и и со всей ежедневной суматохой конечно же тоже не просто адаптироваться и тоже не просто проживать эту беременность он я вижу как он сильно переживает и нервничает и волнуется и как он хочет чтобы все было хорошо и действительно ведь все все хорошо по большому-то счету и просто я понимаю что мне вот чисто по-женски честно мне будет намного более приятно вот этот последний месяц прожить в риге спокойно одной потому что я понимаю что отекать я буду еще больше чувствовать я буду себя еще более уныло жутко ужасно и так далее и на внешний вид уж точно это не будет отражаться позитивно следовательно я вот как-то даже рада что наверное я смогу прожить вот это время как-то одна и моему мужу не придется бедному все это дело лицезреть и наблюдать за этим и как-то терпеть мои гормональные всплески и он сможет спокойненько здесь заниматься работой заниматься важными вещами которые мы к сожалению здесь не можем оставить ну или к счастью и поэтому собственно я рада что я смогу как-то его хотя бы не немножечко разгрузить и оставить в покое и позволить ему концентрироваться на каких-то таких бытовых рабочих моментах которые для него очень-очень важны я знаю и для меня наверное также будет спокойнее если я буду понимать что я в общем не мозоли ему глаз своим внешним видом и на самом деле это не имеется ввиду как чисто внешний вид вот именно только с поверхностной поверхностной точки зрения а это имеется ввиду как бы на более глубоком каком-то уровне когда женщина не чувствует себя женщиной когда и действительно тяжело и когда она понимает что ну вот этот какой-то состав даже состояние по большому счету внутренние она не то каким она хотела бы его видеть и она понимает что ей самой тяжело от того как она себя чувствует как она себя ведет как меняется и и настроение от минуты к минуте и так далее и поэтому вот собственно проявляя большую любовь и заботу в том числе к моему мужу я все-таки думаю что для нас это будет хорошие хорошее такое решение что последний месяц я буду в риге ну а там уже буду с большим нетерпением ждать приезда моего мужа ближе уже к родам и собственно надеюсь что вот именно этот момент мы сможем провести с ним вместе ну собственно такие вот мои раздумья начиная от 32 по 34 неделю моей беременности по отчетам приближаемся мы к реальному времени так что на следующей неделе уже мой отчет будет в реальном времени и буду вам рассказывать о том что же еще с нами приключилась вот а тем временем желаю вам прекраснейших выходных замечательно провести последние вот эти дни февраля и радостно прекрасно встретить уже долгожданный наш март а соответственно войти как-то уже с большой улыбкой и позитивом в весеннее время и надеюсь что погода нас тоже будет радовать и не будет нас мучить какими-то долгими долгими холодными месяцами марта и апреля но мы с вами увидимся уже в понедельник подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и нажимайте на звоночки чтобы не пропустить новых выпусков все на этом сегодня все до понедельника пока